Добрый день! В эфире Фабрика Грёз. 9 июля исполняется 80 лет замечательной российской актрисе Леи Маджитовне Ахиджаковой. Годы невластны над этой хрупкой, изящной и невероятно энергичной женщиной. Она по-прежнему много работает, играет в своем любимом современнике, снимается в кино, ездит на гастроли. Яркие роли, созданные талантливой актрисой, на долгие годы запоминались зрителям, а многие реплики ее героинь расходились на цитаты. Лея Ахиджакова, одна из тех женщин и актрис, подобно Лази Минелли Барбары Стрейзин, которая сделала из своих недостатков настоящие достоинства. В женщине должна быть загадка, головка чуть-чуть приподнята, глаза немножко опущены, здесь все свободно, плечи откинуты назад, походка свободная от бедра, раскованная свободная пластика пантеры перед прыжком. Все помнят секретаршу Верочку из фильма «Служебный роман». Это один из самых ярких экранных скетчей актрисы. Казалось бы, какая-то секретарша, работающая в каком-то среднестатистическом учреждении, но Эльдар Рязанов строил эту роль специально под Ахиджакова. Это Верочка. Она любопытна, как все женщины, и женственна, как все секретарши. А клад у нее секретарский, а туалеты сплошь заграничные. Как ей это удается, загадка. В Ахиджаковской Верочке есть изюминка. Она вроде бы вполне типичная секретарша, едва ли не самая узнаваемая среди персонажей фильма. И все же в ней столько энергии и жизни, такая неожиданность, парадоксальность, которые как бы выхвачены из реальной жизни, но так редко пробиваются на экран. Образ Верочки-секретарши высветил важные грани актрисы Ахиджаковой. Блочное, типовое, становится у нее неожиданным, подвижным, как ртуть, готовым обернуться своей изнаночной стороной. Уморительное и смешное в героине не просто здоровая реакция на абсурд бытия. Комедийность образа проистекает из диалектически тонкого понимания актрисы глубинных пластов экзистенциального. Ведь человеческое, только человеческое сама по себе и смешно, и грустно. Верочка вербует зрительские сердца своим природным обаянием, тем, что она вся как на ладони. Вы купили новые сапоги, Вера? Да вот еще не решила Людмила Прокофьевна. Вам нравятся? Очень вызывающие. Я бы такие не взяла. А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а после нее. Значит, хорошие сапоги надо брать. Во времена, когда едва ли не все в нашей жизни было по-бухгалтерски задокументировано, кажется, только она одна умела радоваться и получать удовольствие от жизни. И этим талантом щедро делилась с окружающими. Конечно, я понимаю, чужие письма читать нехорошо, но я стала читать, просто оторваться не могла. Слушай, женщины, когда им под сорок, часто делают глупости. Ну, ей, конечно, видней. Вот, при встрече с тобой я поняла, что все эти годы любила, наверное, только тебя. Вот так вот. Пенсия на горизонте, и она туда же. Просто сексуальная революция. Ты что-нибудь подобное слышала? Она, наверное, чокнулась. Только я умоляю, никому ничего не рассказывай. После окончания ГИТИСа актриса долгие годы проработала в московском ТЮЗе. За ней закрепилась амплуа травести. До 35 лет никому неизвестная театральная актриса играла исключительно зайчиков, мальчиков и пионеров. В 1977 году Ахиджакова круто изменила свою судьбу. Она ушла из ТЮЗа в современник. Встречи и работы с главным режиссером театра Галиной Волчек позволили актрисе расширить ее сценический репертуар, подняться на высший уровень и стать одной из ведущих московских актрис. Первая работа актрисы в кино – роль в драме Михаила Богина «Ищу человека». Несколько минут экранного времени. Короткий монолог молодой девушки, которая потеряла во время войны свою мать. Филигранно сыгранная маленькая роль дебютантки так поразила режиссера, что он вставил в свой цветной фильм «Это черно-белый дубль». Работа актрисы также получила международное признание. Бомбежка была, да? Темно было. Все бегут куда-то? К поезду бегут. Нет, к пароходу. Или к поезду. К поезду. Рядом со мной какая-то молодая женщина. Это вы были. Всенародная любовь пришла к актрисе после съемок в картинах Эльдара Александровича Рязанова. Рязанову удалось вырвать актрису из навязанного еще в театре амплуа и раскрыть специфическое дарование Ахиджаковой. Уже первая роль Тани в телефильме «Ирония судьбы» или «С легким паром» была замечена критиками и зрителями. В ней проявилась склонность актрисы к гротеску и траге комедии. Ахиджакова появляется в кадре всего дважды. Но делает это так виртуозно, что запоминается зрителям ничуть не меньше, чем главные героини – красавицы Галя и Надя. Созданный ею яркий образ любопытной учительницы, с надетой навык пятнистой шапкой и распевающей вагончик, раз и навсегда завоевал сердца советских зрителей. Я вчера вечером приложу домой и увидела, что... Увидела, что я у тебя в постели. Ну, рассказывай, вот это уже интереснее. Ой, нет, пожалуй, мы пойдем, подожди. Не стесняйся, давай. Рассказывай, рассказывай. Женя, немедленно прекрати помогать! Ой, Женя, где Женя? Вы Женю привели? Я не знаю, я его сейчас пополочу. Ты потом его побьешь. Ну, рассказывайте. Эльдар Рязана снимала Хиджакову практически во всех своих фильмах и даже сравнивал ее с Чарли Чаплиным. Она сочувствует слабым и ненавидит жестоких, и это ее жизненная кредо полностью совпадает с позицией великого Чарли. Эльдар Рязана, говорит актриса, всегда был со мной, когда мне было трудно и в театре, и в жизни. Именно он заразил меня своей способностью работать весело, никогда не унывать, даже когда не дается роль. Когда трудно физически, холод, усталость, недосып, спасает юмор. Я стараюсь так работать, хотя не всегда получается. Человека надо охранять от человека, от жадности, которая нас съедает, от желания захватить, захапать. Товарищи, мы поступили низко. Это, мягко сказано, мы подлецы. Я, мягко, начала читать мораль. Вы подумайте, никто, ни один человек из тех, кого не тронули, а нас здесь 28. Короче, можете? Да. Не выступил против, я даже не знаю, как это сказать, нечистоплотности правления. Роль Елены Малаевой в «Гараже» Эльдар Рязанов вместе с Эмилием Брагинским писали специально под Лию Ахиджакову. Режиссер хотел заставить Ахиджакову показать, что она не только острохарактерная комедийная актриса, но обладает еще и невероятным драматическим дарованием. Малаева Ахиджакова – это голос обнаженной души, которому веришь сразу и безоговорочно. Мужа у меня нет, не было, наверное, не будет. А насчет ребенка захочу еще одного заведу. Муж на сегодня не обязательно. Главное для женщины – дети. Знаете, сколько таких, как я, и я счастлива. В советские времена, когда актриса только начинала, существовал штамп положительного героя. В канон положительности Ахиджакова никоим образом не вписывалась. Лия Амиджидовна принадлежит к актерам, дискредитирующим героический штамп, обнаружившим самобытность в лицах не только неприметных, но и как бы живущих на обочине женщин. Ахиджаковские героини, девочки-старушки, ни на кого не похожи, они единственные в своем роде. В них, словно наугад вырванных из очереди, с троллейбусной остановки, нет ничего общества ни с пафосными социальными героинями, ни с лириками конца себе десятых, ни с чарующими деревенскими бабами. Вслед за Ахиджаковой на сцену и на экран пришли новые, необычные героини, кто пытается не только не уступить жребию, но и переломить судьбу. Героиня Лия Ахиджакова – это неудачницы, которые попадают из одной неприятности в другую. Но мы их любим в первую очередь за то, что при таких-то качествах, при такой неумелости, неприспособленности к жизни, они все-таки выживают, выстаивают и, вопреки всему, побеждают. Я на эти деньги, где угодно могу устроиться, в принципе, можно домик купить у моря. Знаете, вот почему-то вы у меня вызываете доверие. Я у всех вызываю доверие. Талант Лии Ахиджаковой в высшей степени демократичный, понятный любому зрителю, а вместе с тем умный и тонкий. Она наш делегат, она будто говорит за всех нас. Она памятлива народной памятью, мудра народной мудростью. К тому же это в высшей степени дисциплинированная и собранная актриса, самобытная, ни на кого не похожая. Ее комедийные персонажи шире, глубже того, что было прописано в сценарии или в пьесе любой из сыгранных ею комедийных ролей. Но настоящий большой успех приходит к актрисе тогда, когда она становится соавтором своей роли. Грамматический талант актрисы в полной мере проявился и в трагикомедии Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», названной лучшей картиной года. В этом фильме Лия Маджидовна играет нищенку-интеллигентку Фиму. По опросу журнала «Советский экран» актриса была названа лучшей актрисой года. Также была удостоена приза за лучшую женскую роль Ника-91. Вот ты мне тут геройские звезды сделала, у меня их нет. Потом, ты же меня маршалом тут нарисовала. А это неправда? Ну, это естественно. Сейчас же все знают, как рисовать, как музыку писать. Я не фотограф, дорогие мои, я художник. Искусство, оно не одномерный, слепой отпечаток нашей мерзости, в которой мы существуем. Симыч, ты не нервничай. Искусство — это прорванную реальность. Ты умная. Идите вы оба. Не трогай меня. В иную реальность. Иллюзорную. Она не имеет отношения к дерьму, где мы плаваем. Все, поголовно. Ну, я примерно так и понял. Эльдар Рязанов еще при первой встрече с Лией Маджидовной понял. Обаяние этой актрисы таково, что, поручив ей сыграть отрицательную роль, рискуешь перевернуть смысл фильма. А Хиджакова в считанные минуты способна перевербовать симпатии зрителей. Сделать так, что они по доброй воле встанут на сторону любого из ее отрицательных персонажей. Внешность травести и природный комедийный дар лишь усиливали стремление актрисы стать настоящей героиней. Это всегда рождало смешную клоунскую эксцентрику. Алексей Герман, Галина Волчек, Валерий Фокин, Владимир Меньшов. Ей повезло с режиссерами, потому что повезло с самой собой. Трудной, острой на слово и чувство, и очень талантливой. Лия Хиджакова снималась у многих видных режиссеров. И ее игра даже в эпизодах всегда привлекала внимание зрителей. Например, роль в мелодраме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». А маленькая роль в фильме Алексея Германа «Двадцать дней без войны», где высокая комедия и трагедия сплетены в одно. Она вошла во все учебники кинематографии. Смех и слезы в одной из цепки. Фирменный знак выдающейся актрисы. Он четыре месяца не пишет. Нету писем. Совсем. Я начинаю думать. А вы не думайте. Ждите, и все. Да? Вы так считаете? Да. Четыре месяца – это не срок. Ирины бывают длинные. Да. Все тебе помогут. Да. Вот и Вадик так считает. Я ей тысячу раз говорил, а она ничего не понимает. Ну ведь кони же не танки, им горючего не надо. А она ничего не понимает. Да я понимаю! Ну, часы. Ему же там нужны часы. Ну и что? Я своей дочери тоже прислал. Таких случаев сколько угодно. Да? Да. Вы знаете, я абсолютно с вами согласна. Просто мне очень важно было это узнать от вас, от фронтовика. А Хиджакову называют королевой эпизода практически ни одной главной роли, за исключением нескольких малоизвестных картин. И тем не менее, всех ее героинь зрители знают, помнят и любят. 99% интеллигенции, она всегда первая попадает под удар. А женщины какие, вы знаете, уму непостижимая. И хорошенькая, и умница, и одета прекрасно, и чего им только мужчинам надо, непонятно. Понимаете, вы, конечно, сидите там в массовете, вас это не касается. Мы тут просто слезы льем. Ну почему же не касается? Я, например, тоже не замужем. Да, бросьте. Ну, я не знаю, если уж в массовете. Ну хорошо, вам и поможем. Есть у меня один резерв. Очень ответственный. Работник главка, всего 53 года. Спасибо большое, я как-нибудь сама. А Хиджакова не просто комическая или трагикомическая актриса. Она, по большому счету, актриса трагедийная. И это, как и в случае с великой Фаиной Раневской, определяет особенность ее судьбы. И все же в зрительском сознании Хиджакова была и остается актрисой, остро чувствующей смешное, умеющей рассмешить как бы невзначай, легко и элегантно. Ведь плюс ко всему прочему, Ахиджакова еще и блистательный клоун. Выбирая эту актрису на роль, режиссер как снайпер зарабатывает очки, потому что Ахиджакова – беспроигрышное стратегическое оружие. Хотя даже ее комедийность нетипична. За ней невооруженным глазом читается грустная ирония Лии Меджитовны. Актриса пробовала себя в различных стилистических и жанровых направлениях. От гротеска, шаржа, как, например, в комедии «Красавица-мужчина», до глубокого психологизма, как в драме «Мама Ануш». Начинается война с красавцами! Враг силен! Но мы тоже постоим за себя! Трагикомедия – это очень сложный жанр, к которому тянутся многие характерные актеры. Но даром трагикомика по-настоящему обладают немногие. Комедийная стихия никогда не увлекает Ахиджакову настолько, чтобы забыть о глубине человеческого содержания. Оттого ее героинь всегда сопровождает смех и боль. Среди других ярких артистов она не теряется, а наоборот, как бы раскрывает свой талант в своеобразном творческом соревновании. Говорят, от великого до смешного один шаг. Лия Ахиджакова, как в свое время великий Чарли Чаплин, своим творчеством доказывает обратное. От смешного до великого расстояние еще меньше. Она, как и многие великие лицедеи, до нее не признает иерархию жанров, потому что любит все половинчато, и поэтому никогда не играет только комедию или только трагедию, потому что она особенная. Вам, например, известно, сколько в стране одиноких людей? Известно, Саша. Ведь это ж угрожающая цифра, честный вопрос. В одной только Москве. Угрожающая цифра. Ведь одинокий человек, это что такое? Падает рождаемость, алкоголизм возрастает. Все это отражается на производительности труда. В конечном счете, одинокий человек неполноценно трудится. У нее есть одно качество, которое не дает ей старец. Она очень любознательна и интересуется всем, что происходит в жизни. У коллег это чувство вызывает восхищение и удивление одновременно. Пожелаем же любимой актрисе долгих лет жизни и больших творческих успехов. А на сегодня все. Оставайтесь с нами. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok